Ульяновская область Ульяновская область в следующий проект – «Десятилетие доброты». Уже буквально в пятницу на постоянно действующем форуме, который мы с вами проводим уже на протяжении почти 13 лет, «Экипаж-2020», мы с вами обсудим основные контуры того, каким образом мы будем двигаться дальше. Новый проект будет направлен на разработку механизмов и способов защиты прав жителей и потребителей на государственном уровне. В области продолжит выстраиваться политика открытости и всеобщего доверия. Одновременно губернатор сообщил собравшимся о подготовке еще одного важного законопроекта. Согласно ему, все нормативно-правовые акты перед принятием будут проходить народное обсуждение. Иными словами, ни один закон не примут без предварительного согласования с общественностью. От теории перешли к практике. Один из самых обсуждаемых вопросов в последнее время касается колебаний цен на овощи и фрукты. Рост цен на плодовощную продукцию только за июнь месяц составил 12,4%, а с начала года 33,8%. При этом среди овощей наблюдается рост цен на, скажем так, те минимальные наборы продуктов, которые являются на сегодняшний день. Это картофель, капуста, лук, морковь. Какие меры принимать для решения возникшей ситуации? Михаил Семенкин доложил о выделении субсидий, которые пойдут на строительство овощехранилищ в области. Они позволят бережнее сохранять продукцию и обеспечивать потребности ульяновцев до следующего урожая. Ведутся консультации с сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Благодаря слаженной работе уже удалось добиться того, что закупочные цены в этом году ниже прошлогодних. Продолжает оставаться острым вопросом транспортного снабжения. Губернатор спросил главу администрации Ульянска Алексея Гаева, почему был отменен маршрут номер 2, связывающий Киндзяковку и Новый город. Отменен, несмотря на протесты многих жителей областного центра. С 1 июля данный перевозчик по второму маршруту ушел с данного маршрута, объяснив это его нерентабельностью. Мною были даны соответствующие поручения управлению дорожного хозяйства отработать все необходимые мероприятия, чтобы неудобств у пассажиров и жителей города Ульяновска, связанные с реальным уходом данного перевозчика, с данного маршрута не было. Ответом чиновника губернатор остался недовольтворен. Он назвал его формальным и бюрократическим. Есть два варианта. Первый, значит, заинтересовать бизнес, значит, что-то, я не знаю, субсидии выделять дополнительно, там еще какие-то решения, если он, этот маршрут нужен, а он, судя по тому обращению количества, которое есть, это он социально обостренный такой, социально важный проект. Либо тогда, значит, сказать о том, что не, окей, вопросов никаких нет, мы тогда, значит, свой муниципальный маршрут открываем. Алексей Гаев попросил губернатора недели на решение вопроса. Глава региона предоставил два дня. Второй блок аппаратного совещания касался развития спорта в регионе. Уже в августе Ульяновск готовится принять первый фестиваль национальных видов спорта и игры государства участников СНГ. Подготовка к нему идет полным ходом. Но готовиться нужно не только к фестивалю. Впереди ждет еще несколько важных спортивных мероприятий. Зимой следующего года в Ульяновске пройдет форум «Россия – спортивная держава». А еще через год областная столица примет молодежные российско-китайские спортивные игры и всемирный фестиваль боевых искусств под эгидой Тафиса. После таких приятных новостей не хотелось бы говорить о плохом, но придется. Вчера прошел массовый заплыв на Волге, соединяя берега. Один из плацов скончался во время проведения спортивного праздника. Создавайте с аппаратом правительства вот эту региональную комиссию, которая проверит все условия. Все. Начиная от того, как организовали эти все мероприятия, связанные с фестивалем, с точки зрения и безопасности, с точки зрения и сопровождения здоровья, и с точки зрения, так сказать, развития инфраструктуры. И подготовьте мне конкретное решение, кто за это поплатится. Кто будет всю жизнь нести теперь на себе этот камень того, что, так сказать, молодой парень уторвал. Служебная проверка по факту гибели пловца проводится в Министерстве спорта и физической культуры. Семье будет оказана материальная помощь. Егор Цитов, Данил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.